Событие, о котором речь пойдет в первом материале выпуска, с нетерпением ждали дети и их родители. Капитальный ремонт детской поликлиники в Славянске-на-Кубани завершен. В праздничной обстановке обновленный корпус открыл свои двери юным посетителям. Открытие капитально отремонтированной детской поликлиники стало настоящим праздником для детей, родителей и медицинского персонала. Глава района Роман Синеговский поблагодарил краевую администрацию за помощь в решении таких важных социальных вопросов, а строителей – за качественно выполненные работы. Благодаря поддержке губернатора Ильинича Кондратьева мы все-таки отдали приоритет ремонту именно этой поликлиники. И считаю, что это верно, это правильно, потому что здание находилось без ремонта более 20 лет. Мы должны создавать комфортные условия, прежде всего для лечения наших детей, ну и, конечно же, для работы наших врачей, докторов и всего медицинского персонала. Заведующая детской поликлиникой Ирина Качкурова пообещала, что благодаря обновленным помещениям, которые теперь соответствуют всем современным требованиям, а также приобретенному оборудованию, помощь будет оказываться на еще более высоком уровне. В хороших условиях и с новым энтузиазмом будут работать наши сотрудники. И самое главное, что теперь посещение детской поликлиники будет намного приятнее для родителей и детей нашего района. И вот наступил торжественный момент. Красная ленточка перерезана. Обновленный корпус открыл свои двери для маленьких посетителей. В детской поликлинике полностью заменены оконные и дверные блоки, выровнены и оштукатурены стены, проведены новые инженерные сети, отопление, электро- и водоснабжение. Перестроена для удобства посетителей зона регистратуры и часть кабинетов. Обновлена мебель и оборудование. Словом, созданы все условия, чтобы врачам было комфортно лечить, а юным пациентам – лечиться. С удовольствием идем на работу, с удовольствием задерживаемся на работе. Приятно сидеть, приятно находиться. И у людей даже настроение поднялось. Вот видно, что они приходят, видят вот эти шикарные кабинеты, у них настроение. В поликлинике работает семь педиатрических кабинетов. Один кабинет на два врача, что очень удобно. Офтальмологический кабинет пополнился сразу тремя современными медицинскими аппаратами, позволяющими диагностировать многие заболевания на ранних стадиях. Приобретено три диагностических аппарата. Это гневмонический тонометр для контроля внутриглазного давления, риф-кератометр для уточнения анатомических параметров глаза и педиатрическая щелевая лампа, которая, так сказать, на столике с пневматической ложкой, очень удобная в работе, именно предусмотрена для детей. В поликлинике позаботились не только о комфорте и удобстве помещений, но и о досуге юных пациентов. В коридорах появилась игровая зона, где дети могут порисовать, а также увлекательно провести время, занимаясь на бизи-борде. Мне очень нравится и тут очень красиво. Не менее впечатлены произошедшими изменениями и родители. Все нравится детям, я смотрю, всякие игрушечки тут. Не знаю так. Ремонт хороший сделали, смотрю. Здесь достаточно уютно, хорошо, красиво. Все сделано со вкусом. Я думаю, что дети, когда будут сюда приходить, им не так будет страшно, особенно маленьким детям, потому что здесь очень много рисунков таких мультяшных. Это детей радует, веселит. Работы по капитальному ремонту детской поликлиники проводились в два этапа. Общая стоимость ремонта – 16,7 миллиона рублей. Основная часть этой суммы – финансовая поддержка из краевого бюджета. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Ремонт, Георгий Калинин. Продолжение следует. Продолжение следует...